Печенье Подтверждаю как человек, который протестировал первую порцию. Очень нежная, очень вкусная и прекрасно идет с капучино, вообще с кофе. Отличный такой закусок. Итак, я знакомлю вас с ингредиентами. Вы не пугайтесь, ингредиентов много, но они все очень быстро смешиваются. Вот, пожалуйста, у меня здесь 4 вида орехов. Можете сделать 3. Кешью не обязательно, кстати. Но я выбрала такой вот вариант. Значит, миндаль, грецкий орех, фундук и кешью. Сейчас я это как раз включу. Пусть немножечко обжарится. Это должно чуть-чуть обжариться, чтобы вкус был приятный. Мед, я извиняюсь, он пошел в магазин, сейчас придет. Значит, здесь у меня смесь из семи специй. Сюда входит и гвоздика, и кардамон, и мускат, и корица. Вот такая вот смесь. Это такой фраерский набор. Отдельно я немножко добавляю молотый мускатный орех. Потом, не удивляйтесь, будет такая перчинка, острый чили перчик. Чуть-чуть совсем делайте, но это на любителя. Можно делать, можно не делать. Вот. Сушеная моя мята. Знаете, вкус будет немножко напоминать тульский мятный кряльник. Но с перчинкой небольшой, это очень приятно. Значит, чуть-чуть белый сахар обычный, коричневый сахар, два яичка, немножечко изюм. Чуть-чуть. Можете и не добавлять, но я добавляю изюм. Рубош, не мешай. Потом здесь у меня смесь из орехового ликера и виски. Можно взять ореховый ликер и коньяк. Можно просто какой-нибудь ликер, но желательно, чтобы это все-таки был ореховый ликер. А если просто коньяк взять? Можно просто коньяк взять. Ну, вот немножечко алкоголь нужен. А если взять амаретто? Вот, можно амаретто. Я говорю, чтобы был ореховый вкус. Там миндальный вкус, вот как раз амаретто можно. У меня просто его не было. Это, кстати, мой домашний ореховый ликер. Я могу потом, вот сейчас сезон как раз, молодые зеленые орешки. Я вот буду делать ликер ореховый, могу поделиться рецептом. Чуть-чуть. Желательно, конечно, потереть сюда свежий шоколад, но у меня просто под рукой сейчас нет свежего шоколада. Я туда чуть-чуть положу какао-порошок. Убери с себя это полотенце, рубашка. Так, потом, немножко сюда пойдет, совсем немножко, кукурузная мука для такой вот хрупкости и обычная мука. Так, ну, вроде все. Да, и масло, самое главное, 250-300 грамм масла. Теперь что ты будешь с этим делать? Теперь, вот что мы делаем? Значит, вот орехи у меня обжариваются. Я их сейчас быстренько, вот так вот, чуть-чуть, чтобы просто аромат был. Потом в блендер. Но не надо доводить до порошкообразного состояния. Орехи должны все-таки чувствоваться под зубом. То есть измельчить-то надо, но не надо переусердствовать. Так, это пусть у меня обжаривается. В масло я сразу сейчас добавляю 2 яйца. Готовится очень быстро, потому что здесь никаких, просто компонентов много. А так готовится замечательно быстро. Масло я заранее растопила. Так что оно у меня уже мягкое. Я, наверное, даже сейчас добавлю сюда третье яичко, просто чтобы у меня побольше получилось. Ну, вот так вот. Сахара 3-4 столовые ложки. Нет, не 3-4. Где-то полстакана белого сахара. И две трети стакана. У меня... Хотите в стаканах отмерить? Ну, на 2 стакана. Потом, вы знаете, это на любителя, в смысле, по сладости. Кому не хочется очень сладкое, можно не делать сладкое. Вот. Так. Это у меня, значит, 2 трети коричневого сахара. Почему я вот так пульсовый даю, пульсовую команду, не на постоянно? Чтобы порошок не стереть. Мне надо просто добиться такой мелкой крупины. Так. Сюда вот добавляются 2 полные столовые ложки мёда. Потом сюда насыпается немножко изюм. Мяту надо вот так вот обязательно в порошочек меленько растереть. Не швырять туда листиками. Потом насыпается немножечко мускатный орех. Выливается вот этот коньяк с орехом. Чуть-чуть мы добавляем острый перчик. Буквально щепоточку, ни в коем случае не больше. Где-то приблизительно 2 чайные ложки вот этой смеси. Ну, не полной, но 2 чайные ложки. Затем я сюда добавляю, вот Анушек мне привезла, экстракт настоящего ванилина. Кстати, не бойтесь, если что-то прослушали. Подробный рецепт будет на моём кулинарном блоге. Так что всё прочитайте. Самое главное, друзья, что здесь всё смешивается быстро-быстро. Так, вот орехи я уже сделала. Орехи сюда. Вот такой кусочек имбиря взяла. Но если мне будет мало, я могу и добавить. Это тоже по вкусу. Вы знаете, имбирь это очень сильная специя. И ни в коем случае нельзя перебарщивать. Вот, пожалуйста, это наш имбирь. И вот тут ещё сок имбирный. Вот, как видите, получилась вот такая вот шершавая, как я её называю, бугристая масса. Сюда очень хорошо ещё идёт шоколад кусочками. Мелкий-мелкий шоколад. Его не надо не дровить. Даже чипсы называть. Вот эти чипсы. Чоколад чипс. Вот прямо сюда насыпать. Это просто идеальный вариант. Но у меня просто, к сожалению, сегодня нет. И добавляю 1 чайную ложку соды. Вот столько соды. Более чем достаточно. Так. Значит, как я сказала, кукурузной муки где-то приблизительно полстакана. Вот. Этого достаточно. Но, пожалуйста, не путайте с картофельным, этим, с кукурузным крахмалом. Добавляю, значит, уже муку обычную белую. Я буду добавлять на глаз. Потому что я сделала 3 яичка вместо 2, чтобы у меня побольше было печенья. Печенья получаются тонкие. Не надо пытаться их делать толстенькими такими. Это будет невкусно. А они хрустящие получаются. Должны быть хрустящие, тоненькие, совсем такие, как блинчики маленькие. И так вот я уже добавила всю муку. Вот я показываю, какой должна быть консистенция теста. Вот она должна вот так вот падать с ложки и не разваливаться, вот так, не растекаться. Противень мы смазали маслом. Сливочным маслом и чуть-чуть присыпала мукой. Я беру чайные ложечки. Да, кстати, значит, я включила духовку на 170-180 градусов. Кстати, очень близко друг к другу не делайте, потому что они потом сильно расползаются. 16 штук получилось на одном противне. В общем, здесь печенье будет на целый полк, товарищи. Вот все. И я закладываю это в духовку. На средний ряд. Мы достаем первую парцию наших печень. Вот посмотрите, какие они должны быть чуть-чуть. Правда, они немножко здесь мягкие, но они так высохнут. Прошло 20 минут. 20-25 минут. Я очень советую сделать тесто буквально на чуть-чуть слабее. Совсем чуть-чуть. И чтобы оно больше растекалось, тогда оно будет совсем плоское. И потом я еще советую градусов 200 поставить. Не 180, а 200. Тогда быстрее оно так вот расползется и будет такое сухое печенице. Вот. Ну, это первая партия. Я закладываю вторую. Наши печенья готовы. Они получились невероятно ароматными. Пока мягкие. Да, пока что мягкие. Но если вы оставите их в открытом воздухе, они быстренько подсохнут. Всем приятного аппетита!